И снова о Курилах. О необходимости успеть решить этот территориальный вопрос до конца президентских полномочий Владимира Путина заявил японский парламентарий, эксперт по России, Мунео Судзуки. Звучит довольно странно, если учесть, что именно под обнуление сроков главы государства была принята поправка в Конституцию РФ, запрещающая оторжение территорий нашей страны и даже переговоры на эту тему. Так на что же тогда рассчитывают в Токио? Несомненно, все эти проблемы японцы себе создали сами. Еще в начале прошлого века страна восходящего солнца была милитаристским государством, проводящим крайне агрессивную экспансионистскую политику за счет своих соседей по региону. Объективно столкновение с интересами США вынудило Токио вступить в союз с нацистской Германией. В мае 1945 года Третий Рейх пал, а вскоре капитулировала и Япония. По итогам Второй мировой войны СССР получил от Берлина Калининградскую область, а от Токио Курильские острова. При этом суверенитет России как правоприемницы Советского Союза над данными землями подкреплен соответствующими международными соглашениями. Однако японцы все никак не могут успокоиться и довели мечту о возвращении своих северных территорий до статуса национальной идеи, на которой теперь паразитируют местные политиканы. При этом шансы вернуть хотя бы часть утраченного в результате военного поражения у Токио были, и не раз. В 1956 году была подписана совместная декларация, согласно которой Москва допускала передачу Токио острова Шикотан и группы мелких островов Хабомы, сохранив за СССР и Туруп и Кунашир, имеющих важнейшее стратегическое значение. Однако японские власти пожадничали, потребовав все острова, а также вмешались США, пригрозившие не отдать им обратно Окинаву. После того, как американские военные получили право размещать свои базы на территории страны восходящего солнца, в том числе на Курилах, запирающих наше Охотское море, СССР отказался от своего предложения. Позже новая возможность появилась у Японии во времена перестройки, когда Михаил Горбачев, если верить слухам, готов был продать Курильские острова за 200 миллиардов долларов. Но в Токио вновь пожадничали, предложив только 28 миллиардов, и стороны не договорились. Затем к декларации 1956 года хотел вернуться президент Ельцин, но японцам опять оказалось мало двух островов, им подавай все. Не сошлись. И вот несколько лет назад к многострадальной совместной декларации зачем-то решил вернуться уже президент Путин, который сделал ряд обнадеживающих заявлений для японской стороны. Тогдашний премьер-министр Синдзо Абе раздухарился до такой степени, что начал публично рассуждать о дальнейшей судьбе русского населения Курил, милостиво дозволив Гайдзинам пока там пожить. Все это вызвало крайне негативную реакцию в России, поскольку абсолютное большинство наших соотечественников были против передачи северных территорий. В Кремле резко сдали назад, разъяснив, что мы все неверно поняли. В итоге в 2020 году, в ходе голосования за обнуление президентских сроков Владимира Путина в Конституцию РФ была внесена поправка Машкова, запрещающая оторжение и даже переговоры о возможности оторжения части российской территории. Часть 2.1 статьи 67 основного закона, теперь выглядит следующее, обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия, за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются. Кроме того, есть статья 282 Уголовного кодекса РФ, которая гласит. Отчуждение части территории Российской Федерации или иные действия, за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами, направленные на нарушение территориальной целостности Российской Федерации при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 278, 279 и 280-1 настоящего кодекса, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 10 лет. Итак, юридически территориальная целостность нашей страны защищена. На что же тогда надеются японцы? О чем вообще теперь можно с ними говорить по данному поводу, рискуя присесть от 6 до 10? Вариантов никаких, за исключением тех, что в скобках. Это про делимитацию и демаркацию границы. Делимитация границы. Определение общего положения и направления государственной границы между сопредельными государствами путем переговоров. Делимитация нужна при переговорах об установлении или изменении газграниц, и соглашения о ней обычно являются частью мирных договоров. А демаркация – это проведение границы непосредственно на местности. Почему эта лазейка в законе была оставлена? Да потому что у нас до сих пор не завершена демаркация границы с соседним Казахстаном, не ратифицировано соглашение с США о разграничении экономической зоны и континентального шельфа в Чукотском и Беринговом морях. Судя по всему, эксперт по России господин Судзуки рассчитывает на эту юридическую лазейку, в рамках которой переговоры по Курилам могут вестись о делимитации. Но тогда возникает закономерный вопрос, неужели население нашей страны на этот раз останется пассивно и не сочтет подобные соглашения о фактическом отторжении части территории национальным предательством? Непонятно. Если резюмировать сказанное, получится, что возможности вернуть северные территории мирным путем для Токио закрыты. Остаются только немирные, а тут все нерадостно. Морские силы самообороны Японии значительно превосходят Тихоокеанский флот РФ. В настоящее время проводится переоснащение двух японских вертолетоносцев в легкие авианосцы, несущие по 40 истребителей пятого поколения F-35 каждый. Также Токио располагает большим флотом береговой охраны, который может быть использован для проведения десантной операции на островах. И вызывает большую настороженность, что в Японии о неких подобных силовых сценариях уже начинают говорить вслух. Несколько месяцев назад известный политолог и бывший кадровый дипломат Акио Каватао на страницах издания Nuzvik Japan заявил дословно следующее. Для того, чтобы российские власти осознавали важность решения территориальной проблемы, японское правительство должно демонстрировать свою готовность и способность блокировать пролив Соя, Лаперуза и Цугару-Сангарский, которые являются основными маршрутами снабжения и между материковой частью России и четырьмя северными островами. Вот так вот. Японцы уже публично дискутируют на тему морской блокады российских островов. И надо отметить, что у них есть для этого все возможности. Вначале морская блокада, потом стремительный десант и оккупация. А после бесконечные переговоры под эгидой ООН. Почему господин Кавата считает подобные сценарии против ядерной державы реалистичными? Он сам призывает подождать, пока национальная мощь России ослабнет, как это было в 90-е годы, и ей самой будет недокурил. Вот тогда, по всей видимости, и стоит ждать незваных гостей.